почему люди нас раздражают как перестать раздражаться и начать получать удовольствие от общения что вы думаете доктор кук мы уже говорили на эту тему тема была когда мы получаем пользу от врагов вот те кто рядом люди да вот мы 6 точек опоры 6 точек опоры смотрите повторяйте изучайте то что раздражает других это значит внутри нас все люди зеркала и то что мы понимаем мы отражаемся люди отражаются у нас мы взаимодействуем и то что раздражает других значит у вас это есть какая-то проблема посмотрите на себя благодаря этому мы развиваемся благодаря этому работаем над своими ошибками исправляем их вырабатываем новые привычки от старых привычек что нам мешает что именно раздражает мы освобождаемся поэтому это дано именно для вашего же развития что не устраивает предлагайте конструктивно решить какую-то проблему непонимание нежелание уступить друг другу вот это раздражает умеете договариваться и вы всегда можете получить отклик развивайте отношения основанные на уважении доверии понимания меньше будет раздражение научитесь людей воспринимать такими как есть значит вы воспринимаете себя такими какие есть никому не навязывая никому не не доказывая свою правоту посмотрите истина где-то посредине а у каждого своя правда если мы смотрим на людей глазами их 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 глазами смотрим нам кажется такая ситуация не не такой уж и неразрешимой мы смотрим на ситуацию с разных точек зрения со своей сопоставляемых взгляд другого человека находим где-то посредине истины это перестает нас раздражать идеальных людей нет совершенных людей все люди разные уникальны и когда вы обращаете внимание в каждом человеке есть что-то плохое что-то хорошее что-то устраивает что-то нет обратите внимание именно на то что устраивает и говорите об этом людям говорите человека снимается конфронтация снимается за что можно похвалить можно говорите об этом и искренне выражаете свои чувства искренне даже и знаете-ка что-то не понравится вы высказываете свою точку зрения у каждого но свой выбор есть и не важно столкновение мнений не важно вам нравится спорить но спорте до до потери пульса спорте кому вы что докажете остались каждый при своем мнении ну замечательно смысл спора переделывать других невозможно поэтому вовремя сказать стоп и зачем это это вот навинчивать себя других эскалация конфликта зачем не нужно изучайте конфликтологию наработанные разные приемы и способы как решать те или иные конфликты как не доводить ссору для до конфликта как конструктивно решить конфликт изучайте это вам на пользу авторитарное государство пытаются переделать людей но ничего не получается кроме кроме того чтобы унизить их стоптать и там превратить в овощи нагнетается внутреннее напряжение в обществе и люди созревают к конфликту к протесту протесту поэтому кто понимает то не занимается этим а кто вот не понимает нагнетается напряженность а потом надо будет обращаться к силовым каким-то методом я вот подумал о том что то что нас раздражает так же как и то что нас не убьет да сделает нас сильнее то есть по сути это такая мотивация для нас же да вот эта невдовлетворенность способствует нашему уже развитию собственному да а что мне не нравится почему вот к вопросу о тревоге да появляется тревога для чего чтобы мы в себе раскрыли потенциал свой а кроме того если не нравится что все злые ну станет тогда добрым правильно сам опять же начни себя начни себя прекрасно доктор кук а удовольствие от общения вот как какое общение вам удовольствие доставляет но понятно что со мной огромное удовольствие общаться и вопросы задаю хорошие да вот а еще что удовольствие мы получаем когда нас понимают да нас понимают созвучны и мы обнаружим и близкие ценности близкие интересы мы делимся находками мы узнаем что то новое по новому мысль звучит сформулирована она по-новому какая-то вот свежесть такая да и мы обретаем опыт мы благодарны от этого общения идет обогащение мы можем поделиться мы видим нас воспринимает нас понимает мы можем мы находим отклик в другом человеке это удовольствие поэтому и говорят общение это роскошь удовольствие да роскошь нас понимает мы понимаем и идет общение обмена эмоциями точка зрения совпадает да и отклик мыслей ну вот так благодатная почва для двух сторон кто участвует в какой-то дискуссии два человека три-четыре интересный разговор поворот как происходит это разговор интересно посмеяться пошутить вот в этом удовольствие общение у меня тут один человек преподаватель кстати говоря университета пожаловался на то что вот с ним не хотят общаться и я понял что причина то в нем самом ну конечно но искать в себе причины не хотят в основном других если то есть можно сказать что если тебе если человеку интересно наедине с самим собой то ему будет и с другими интересно потому что он принесет внесет в эту в это общение вот весь свой богатый внутренний мир и конечно настроить на нужную волну и я не знаю ну и и и и и Продолжение следует...